Приветствую вас! Я, наверное, дам вам простой и одновременно в чем-то сложный ответ. Дело в том, что эмоции контролировать в экстремальных ситуациях действительно непросто, а действительно это бывает сложно, и тут вас можно понять прекрасно. Но видите ли, какая история. Эмоции можно хорошо контролировать в экстремальных ситуациях, когда их действительно нужно контролировать. В том случае, если вы хорошо выражаете эти самые эмоции в повседневной спокойной для вас жизни. То есть вот если вы бережно относитесь к своим эмоциям в повседневной жизни, то у вас, скорее всего, хорошо получится это делать в экстремальных ситуациях. Если вы будете, например, свои эмоции в той или иной степени, например, пытаться подавить, то в экстремальных ситуациях они могут вырваться из-под любого контроля, и ничего хорошего у вас не получится, к сожалению. Поэтому здесь ситуация вот такая. Здесь ситуация исключительно такого рода. И я думаю, что очень важно понимать, что конкретно вы подразумеваете под контролем. Что конкретно вы подразумеваете под контролем, что конкретно вы подразумеваете под контролированием, потому что контролировать эмоции это не самая благодарная история. Вот. И, в общем-то, если вы контролируете свои эмоции в ущерб, допустим, в себе, вот, то ситуация, в общем-то, вряд ли будет для вас эм... сколько-нибудь эм... ну, позитивной и эм... конструктивной. Вот. В любом случае просто потому что, вот, эм... всегда вы будете подавлять свои чувства в той или иной степени. Вот. А это вам... по сути эм... эм... только... эй... идет... ээ... во вред. ээ... 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 эээ... 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 ээээ... ээээ... эээээ... Это использовать свои эмоции, использовать свои чувства, научиться их грамотно выращать, грамотно реализовывать. И тогда ситуация будет такой, какой она должна быть. То есть в экстремальных ситуациях вы будете вести себя так, как повел бы себя любой человек. Любой адекватный, психологически устойчивый человек. Это крайне важно иметь в виду. И крайне важно это учитывать. Если мы говорим, вот как раз непосредственно о том, как контролировать свои эмоции. Что касается гнева, что касается, как вы пишете, страхом, то это защитные эмоции. Как правильно, как правильно сказал моя коллега вам. Это защитная реакция. Вот. И нужно смотреть на то, что вызывает у вас, собственно, гнев и страх. Вот. Я думаю, что от того, какие причины гнева и какие причины вашего страха. От этого зависит, ну, то, как дальше будет развиваться, развиваться ваша жизненная история. Как дальше вы будете следовать по своему жизненному пути. Я думаю, вот, в общем-то, примерно такой вам можно дать ответ на вопрос, который вы задаете. Конечно, у вас достаточно мало информации в тексте. Вот. То есть, крайне немного. И сложно сделать однозначные какие-то выводы, да, однозначные какие-то рекомендации вам будет подобраться сложно. Но, я думаю, что если вы пообщаетесь с кем-то из специалистов более предметно и более подробно по данному вопросу, то ситуация будет куда более ясна, куда более понятна. И вы сможете уже более частично представлять себе и причины того, что происходит, если вам это важно. И то, как и то, как и то, как и что нужно делать вам, ну, в дальнейшем. Как и что нужно вам делать. Дальше. Вот. Такая вот история. Такой момент. Вот. Я понимаю, что вам, в общем-то, не очень, скорее всего, комфортно. Я понимаю, что вам не очень приуче. Я понимаю, что, скорее всего, речь идет о том, что вы не очень, скажем так, себя способны в каких-то моментах контролировать. Вот. Ну, а это, в общем и целом, этому можно научить. Вот. Такая вот история. А вот, в принципе, я думаю, так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. big time. Продолжение следует...